Привет! Вы на канале Джолюс. У нас сегодня будет очень интересное видео. Мы сейчас как раз на пути к мальчику по имени Максим. Он очень хотел себя попробовать в роли блогера и записать хотя бы один обзор, в чем мы сегодня хотим ему помочь. Это Настя, которая занимается у нас благотворительностью, и она сейчас расскажет немножко подробнее именно о Максиме и его истории. Мы уже на протяжении больше чем полугода ежемесячно помогаем благотворительному фонду Запорука. Запорука – это фонд, который помогает детям с онкологией по всей Украине. Макс – это один из подопечных детей фонда Запорука. Сегодня он приехал на поезде из Донецкой области, из города Покровска в Киев. Завтра его ждет очередной курс химиотерапии. Он лечится, и мы все в него очень-очень верим. Он очень классный, позитивный парень. А сегодня у нас будет целый день вместе с ним. Дача – это арендованный дом, в котором между химиотерапиями и операциями живут дети, которые приехали на лечение в институт рака из совершенно разных городов Украины. В этом году бренд «Желиус» поставил очень амбициозные цели и очень крутые планы. Центр дачи – это арендованный дом, и, соответственно, каждый месяц на него собираются средства, чтобы оплачивать коммунальные платежи и аренду дома. Но у фонда «Запорука» есть огромная мечта, и это уже цель, потому что она в стадии реализации построить свой собственный дом, в котором сразу могут разместиться одновременно жить 14 семей, которым необходимо лечение для детей. И там будет 14 комнат. И одну из этих комнат мы взяли под опеку. Для этого нам, как бренду, нужно выделить и собрать 250 тысяч гривен. Эта сумма будет выделена и потрачена на то, чтобы закупить мебель, сделать полностью ремонт в этой комнате. И я думаю, что это будет очень крутое. Ой, я люблю это. Здесь у вас не дом, кстати, такой куютный и домашний еще. Да, тут очень. У нас будет вообще атмосфера очень комфортная. Сейчас не всем забрали. Космакс выйдет. Ага. Привет. Здрасте. Я Настя. Я дремлю немножко, у нас есть. Ну так ты ж с дороги нормальные. Макс, ты красавчик. Ой. У меня младший брат Макс. Можно к столе? Нет. Это тебе будет слишком дорого стоить. Я просто в портре собрался. Зачем он тебе нужен? Какой же вопрос? Мать возьмет ты. А ты бы что хотел снимать? Ну вот если бы тебе сказали, что у тебя есть все ресурсы, ну у тебя вот есть все, пожалуйста, бери и делай. Что бы ты вот, если бы это было вот только твое, твое видение, что бы ты хотел снимать? Даже не знаю. Ну как минимум, мне все время хотелось запустить квадрокоптер, чтобы он в небо вот так все посмотреть. Мне просто, что такая съемка понравилась, когда я увидел у нас, получается, в городе пиццерии открылась свой этот YouTube-канал. И они там как раз снимали, типа, с квадрокоптера. Сначала парк, потом там карьер, террикон. Ну, вот это все интересно так выглядело. Что-то меня завлекло. А квадрокоптер ты бы запустил где? В Украине или где-то в Европе? Или, может быть, ну, или вот терриконы ты бы хотел снимать? Я бы хотел все попробовать. А что ты снимал? Ты, ну, еду что-то запустил? Нет. Да нет, я по игре. А, это же гейморские, да, вот эти вот штуки? Да просто очень душат, куча. Это вот твое видео сейчас найти и просто пересмотреть. Она все, что не спрашивает, по еде, по еде. Сладости нет. А сладости там нет, Макс? Сладости? Ой, я последний раз, когда пытался чупа-чуп сам сделать, по-моему, сковородку спалил. Так что... А чупа-чуп спала-чуп, а ведь у гелиги? Нет, карамель все сгорело. Больше я не готовлю. Сладкая, да? Ну, слушай, ну, это вот, ну, такой путь своеобразный. У меня по играм... У меня был еще канал раньше, создавался, получается. Я там все, что можно было. Я тогда, с мамой, и пиццу готовил, снимал, и все. Опять за еду. Вот почему нет, ну, и темы без еды нету, получается. Ну, а потом что-то случилось, и, короче, канал удалили. Потом был друг, канал с другом снимали. Ну, друг перестал, и я решил снимать игру сам. Ну, вот, до сих пор. Бэкстейдж. Бэкстейдж. А че? Валя, Валя, он вас будет фоткать, подожди. Все, он уже в руке. Ты видео сними. Я видео сними, а я сейчас... Смотри, сколько, на секундочку, только никого не видно, тут все засвечено. Это такой хитрый план. Да, чтобы нас не видно было, чтобы мы не остановились за кадром. Видно одно кольцо. Поговорим о наушниках Jellius Twins Gemini 2, которые лично мне понравились и стилям, и звукам, но минус я тоже нашел. Ну, начнем с плюсов, а именно, хорошая сборка. Когда смонтируют видео, кому ты его первым покажешь? Даже не знаю. Ну, и кому бы ты хотел отправить видео? Наверное, другу. Ты покажешь ему, да? Поддержишься своими впечатлениями? Думаю, да. Почему бы и нет? Макс, я очень надеюсь, что тебе понравился все-таки сам съемочный процесс. Ну, конечно. Спасибо. И мы хотим, чтобы у тебя тоже была возможность в домашних условиях, когда ты где-то едешь или когда ты дома находишься, ставить с собой блогер-сет и делать крутые съемочные процессы и делать свои видео. Спасибо. Спасибо тебе большое за твою смелость. Да вам спасибо, что дали такое участие в видео. Спасибо. 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 Спасибо.